Россия продолжает войну. Новый санкционный пакет. Бойкот российского экспорта. В частности, отмога от нафты и нафтопродуктов с Россией. Это можно назвать эмбарго, а можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористам. Эмбарго на российскую нефть – это своего рода стратегическое оружие, способное нанести сокрушительный удар по российской экономике. По оценкам экспертов, доходы от экспорта нефти и природного газа формируют около 40% федерального бюджета страны-агрессора. Россия – это бензоколонка, управляемая мафией и притворяющаяся государством. Но у России много проблем. Население сокрушается, материальная база слабая, они слишком полагаются на свои природные ресурсы. Но нефтяное эмбарго – обоюдно острое оружие, которое также ударит и по западу. Россия – второй после Саудовской Аравии экспортер нефти в мире. Поставляющий на мировой рынок более 5 миллионов баррелей в день. Многие европейские страны критически зависят от российских поставок. Нам необходимо обсудить нашу уязвимость в плане зависимости от поставок российских нефти и газа. Я бы не стал сегодня призывать отказываться от них, они нам необходимы. Это некомфортная правда, однако мы можем сделать больше для того, чтобы продвинуть зеленую повестку и сделать нашу экономику менее углеродоемкой. Пока что от российской нефти отказались лишь Соединенные Штаты. Для США это лишь около 8% поставок. Существенно, но не критически важно. Этот шаг мы предпринимаем с целью причинить ощутимую боль Путину, но нам в Соединенных Штатах придется заплатить за это. Мы освобождаем нефть из резервов, мы обеспечиваем также мировое энергоснабжение, принимаем все меры, чтобы защитить американские семьи. Плата для Америки – это дорожающий бензин, цены на который резко подскочили в последнее время. За год они и вовсе выросли на 50%. Американские потребители уже чувствуют на себе последствия санкций. Цены на бензин растут, пробив отметку в 6 долларов за галлон. Мы все увидели связь между геополитикой и ценами на заправках. США пытаются найти для себя и мира альтернативу российской нефти. Ускорилась работа над ядерной сделкой с Ираном, которая позволит Тегерану выйти из-под санкций и нарастить экспорт сырья. Кроме того, Вашингтон готов ослабить санкции против Венесуэлы и сделать шаг навстречу своему давнему союзнику Саудовской Аравии, отношения с которой в последнее время оставались напряженными. Миссию переговорщика взял на себя премьер Британии Борис Джонсон. Мы столкнулись с глобальным кризисом. Российская агрессия против Украины взвинтила цены на нефть. И мы должны дать отпор Путину, который, к сожалению, шантажирует Запад его энергетической зависимостью. Нам нужна широкая коалиция. Мы должны вести диалог с другими производителями нефти. Но даже без тотального эмбарго нефтяные проблемы для России нарастают. Ведущие европейские компании уже отказываются от российской нефти, не дожидаясь формальных запретов от своих правительств. Например, компания Shell отказалась заключать новые краткосрочные контракты, а до конца года должна свернуть и все долгосрочные. Работники британских портов, возмущенные кадрами разрушенных украинских городов, не хотят разгружать танкеры с российским сырьем. А крупные банки, в том числе и китайские, опасаются оформлять сделки с российскими контрагентами. Три миллиона баррелей в сутки Россия потеряла в объеме нефтяного экспорта. А это от 40% до 50% всего нефтяного экспорта России. Это очень многое, это серьезный удар и по экономике, и по нефтяным компаниям. Придется либо ликвидировать какие-то скважины, которые сейчас работают, и уже совершенно точно останавливать бурение новых скважин, то есть сокращать общую добычу России. Переориентировать поставки с запада на восток в краткосрочной перспективе нереально, говорят эксперты. В Китае Россия поставляет примерно полтора миллиона баррелей в сутки. Это технический предел. Ни порты, ни трубопроводы не могут обеспечить больше поставок. На Африку надежда, что может быть в Африке кто-то согласится покупать российскую нефть. Но все равно объем получается половину от того, что Россия всегда продавала. Рынок тяжело адаптируется к новым реалиям. После американского эмбарго цена на нефть взлетела до 140 долларов за баррель, но после этого буквально за неделю обвалилась на 30%. И сейчас зафиксировалась в районе 100 долларов. Эксперты прогнозируют, что и в ближайшие недели на рынке продолжатся игры то ли в американские горки, то ли в русскую рулетку.